В 1918 году в Нижнем Новгороде была создана радиолаборатория. Это, по существу, был первый советский радиотехнический университет, сыгравший большую роль в развитии радиофикации и радиовещания в нашей стране. Нижегородской лабораторией руководил крупнейший русский изобретатель в области радио, создатель первых мощных радиовещательных станций Михаил Александрович Бонч-Бруевич. Под его руководством было налажено производство радиоламп, а осенью 1920 года закончена постройка первой радиотелефонной станции, передававшей по радио живую человеческую речь на большие расстояния. О ней говорили «Газета без бумаг и без расстояний, которую вы создаете, будет великим делом». В марте 1920 года было принято постановление Совета труда и обороны о постройке в Москве центральной радиотелефонной станции с радиусом действия Д-1000 Верст. Через два года в 1922 году вступает в строй первая радиовещательная станция, по тому времени самая мощная в мире. В 1924 году Совет народных комиссаров СССР принимает постановление о частных приемных станциях, положившее начало широкой радиофикации страны, развитию радиовещания и радиолюбительства. В том же 1924 году многочисленные друзья радио, увлеченные радиотехникой, получили первый номер своего журнала «Радиолюбитель». С него-то переименованного позже в «Радиофронт», а затем в журнал «Радио», по существу и началась летопись советского радиолюбителя. Начался выпуск радиоприемников, деталей для самостоятельного изготовления радиоаппаратуры. Радиовещание все больше становится трибуной с миллионной аудиторией. Так зародилось и начало развиваться советское радиовещание, а вместе с ним и радиолюбительство. Сейчас наша страна густо покрыта сетью радиовещательных станций и радиотрансляционных узлов. Радиоприемник или радиоточка стали предметами первой необходимости нашего быта. Средствами радиосвязи оснащены все виды воздушных, морских и речных кораблей, научные экспедиции, искусственные спутники Земли, космические корабли и автоматические межпланетные станции. Днем и ночью, в будни и в праздник, в любую погоду поддерживается радиосвязь между городами нашей огромной страны. Но юный друг радиовещания и радиосвязь – не единственные области современной радиотехники. Радиотехника сегодня – это телевидение и радиолокация, радионавигация, радиоастрономия и телемеханика, звукозапись и многие другие области и разделы науки и техники. С некоторыми из них я намерен познакомить тебя в будущих выпусках. Начну же с наиболее широкой области применения радиотехники – техники радиовещания. Смотрите продолжение и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.